всем привет у нас есть два брелка сигнализации идентичные одинаковые и нужно вот этот брелок новый прописать это старый он работает как бы еще работает это новый он щелкаем ничего не работает соответственно его надо прописывать Рома там батарейка есть? Да, она же тебе показывает индикацию. А, есть. Все, да. Да? Нет, ничего не показывает батарейка. Ну, а батарейки нету? Ну, время показывает. Ну, время, а мне батарейку показывает. Или только когда сел. Ну, все понятно. Ну, часы показывает. В общем, Рома хотел в автосервисе это сделать, а мы ему говорим, Рома, угомонись, угомонись, Роман. Типа там профессионалы. Ну, он говорит, да, там профессионалы, а мы кто? А мы. А себя сними, профессионалы. Короче, сейчас все сделаем. Я вот так буду снимать, если что. Ну, да. Да. Прописать пульт несложно. Есть кнопка валет. Ее нажимаешь 7 раз. Затем комбинацию кнопок на брелке. И, в принципе, все должно заработать. И сколько просили у него за эту функцию в автосервисе? Сколько тебе говорили? Тысяча рублей, да? Тысяча рублей. Тысяча рублей. Пожалуйста. Еле увеличить. Цена брелка такая же. Тысяча рублей. Ну, с небольшим, да? Тысяча шестьсот. Ну, два раза. Тысяча шестьсот рублей брелок. Сигнализация старта. Ну, полностью, полностью. А, 71? А, 91. А, 91 стоит на Шкоде Октавия. Ну, что, пробуем? Так много слов и много дел. Ой, мало дел. Ну, вот, начинаем. А все, почему? Ну, потому что... Потому что мы не за рулем. Да. Берем ключ для снятия крышки предохранителей. Снизу подцепляем и все легко снимается. Ну, это почему? Это удобство при эксплуатации. Это просто у него здесь стоит. У каждого везде по-разному. Ну, да, свое место. Да, они бывают. Под рулем-то здесь. Ну, там бывает еще. Ну, короче, найти не что. Она должна быть, в принципе, вообще удобно. Она должна быть практически, ну, на виду? Потому что... Нет, она должна быть не практически на виду. Это вообще невозможно было поменять. Это аварийный режим скидывать. Это она должна... Это каждую индивидуальную. То есть, это же сигнализация. А какая сигнализация тебе говорят это? Про предохранители? Удобно как. Да, предохранители-то... Да, нет. Я просто... Сами сюда завели, кто хочет. Это просто проводочек сюда. Ну, ладно. Все, делаем. Делаем опять. Так, а, должен вот этот вот светодиодный индикатор светиться, когда я буду 7 раз нажимать. Ну, вот это понял. Ну-ка, давай. Так, ну, ладно, что. А ключи в зажигание вставляем, да? Ну, пока не надо. Нет, нет, нет. Не надо? А зачем вставлять? Ну, давай посмотрим. Сначала, по-моему, делаем 7 раз, потом зажигание включаем и прописываем. И две кнопки сжимаешь к жопке, да. Давай. Нет, не надо сейчас вставлять. Да я не вставляю же. Давай, нажимай. Давай. Считаем вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поворачиваем зажигание. Вот. Пошел звуковой сигнал. Зажимаем две крайние кнопки. Ой, другой пульт. Другой пульт. Готово. Ром, готово. Представляешь? Не сломали. Зажигаем, не выключаем. Как думаешь? Давай на открытие сначала попробуем. Давай. Видал? И все работает. Ты нам должен тысячу. Ну-ка, а закрытие? Закройте себе с дверью открытой. Да. Не закройте. Ну, пульт работает. Ну да. А проверь тот пульт. Подождите, там фонарь. А тот пульт проверь. Тот пульт проверь. Да сейчас проверим. Все, сейчас попробуем автозапуск. Так. Закройте не будет. Не будет работать? А, ну там манипуляция. Ну, просто ручник будет. Так, сейчас закрыться должна? Правильно же? Да. Смотрим? Да. Фонарем только не сутил. Закройте. Дай. Открываем. А другим пультом давай попробуем. Другой у нас. С памяти сбрасывается тот пульт, который был последним. Видишь, так не работает. Все. А что, давай его пропишем. А зачем? Тот сбросит сейчас. Тот сбросится. Нет. А мне кажется, можно два прописать. Ну что, у нас все получилось? Да мне, в принципе, он не нужен, он плохо работает. Если что, он запас будет. Да? Да. Ну давай. В общем, давай объясним, как прописать пульт-то. Ну мы же объяснили. Семь раз на кнопку OLED зажимаем. Не зажимаем. Не зажимаем. Просто нажимаем. Не подсказываешь что. Зажимаем, нажимаем, нажимаем на кнопку OLED семь раз. Затем ключ. Поворачиваем. Зажигание. Зажигание. Работа сигнализация. После того, как зажигание включено, зажимаем кнопку открытия и звездочку. До звукового сигнала. До звукового сигнала. Как пульт засветится, сигнализация пропишет. Все, пульт активировался и записался в память сигнализации. Все. Самое главное, сегодня одно дело сделали. И то хорошо, да. И то хорошо. И то хорошо. Так, ну давай. Делаем манипуляцию. Заводи машину с автозапуска. Брелок прописываем 8 минут. Отпросились на всю ночь. Сам завел. Ну да, забыл. Это автозапуск. Нет, она не будет. Манипуляция надо произвести. Заглушить по-особенному. Ручник нажав. Зажать газ в пол. Ключи вывернут. Все, вы мигаете. И что? Это был автозапуск, ребята. Это был автозапуск? Нет, сначала надо с ключа его заглушить. Потом с ключа заводить. Что-то такое. Хороший автозапуск. Нет, ручник передернуть. А, передернуть. А я думаю, другой что-то передергиваешь обычно. Так, вот. Теперь пробуем запускать. Ну он заведенный, потому что. Ну покажи, как запускать. Это не автозапуск, значит. Покажи. Сигнализация Starline A51. А что, как сложно? Ну так вот сделано. Механика. А, у тебя механическая коробка? Ну, а ты на парник ставишь, а тут просто ручник надо поставить. А, а что, вот, ее, как ты сейчас заглушил? Просто ручник надо, это. Ну, а машина зачем? Чтоб машина глушится. А зачем? Заблокировала, она сама глушится. А зачем так? Потому что вот, ну так вот. Что в ручнике должно стоять. Давай, покажи. Ну, чтоб она не поехала со скоростью. Я понял. Ну, а можно просто заглушить машину, просто ручник поднять? А что это так? Сначала ручник. Чтоб у тебя на скорости не стояло. Я понял. Это умный ВАК называется. А, это ВАК, да? Ну-ка, давай, запускай. Опа. Ну-ка. Будет писать? Вон, замигал. СТ-СТ. Стоп. Типа. Автозапуск работают. Будьте любезны, новый пульт. Активирован. Новый пульт активирован. Все, есть дымок, идет? КПП. Как запускать? Покажи. Где задерживаешь кнопку закрытия, держишь до сигнала звукового, затем на звездочку. Все. Все. Ну, в принципе, вот это вот, да? Для механики нормально. Но на автовойте это быстрее. А как же тысяч рублей так берут за прописку, за то, что делается? Семь раз нажать. Семь раз кнопочку нажать. Нет, не бывает такого. За тысячу рублей. Ну, это уже... Новый пульт. Все, говорит. Все. А второй продает... Разбил? Да не, у него. А то продать хотели. Да нафиг он нужно. Не, ну, тысячу рублей это переборка, знаешь. Да. Ты поехал, Ром? Ну, едь тогда. Да. Куда, Ася, надо смотреть, что покупать. Ну, на него доедешь. А, и кальянчик возьми. Кальян возьми, на него доедешь. И сок отвези, ну, сок нужен, сок детям. Я говорю, это надо... Да посмотрим, успею. А, они вот, да сейчас, ну, там... Магазин. Магазин не надо. А, он до десяти работает сейчас. А что за магазин? Пасхер. Ты что, сейчас снимаешь? Да. О, нам надо... Точно, магазин надо. За запчастями, да? Ну, я говорю, надо смотреть, что не работает. А он до десяти. Ну, как это, за тысячу рублей ты справился? Стоит эта работа с тысячу рублей? Я не знаю, эта работа стоит 300 рублей. Просто чисто вот, и то можно, ну, чисто вот, ничего сложного. 300 рублей, и то можно за бесплатно, чтобы в следующий раз к тебе приехали. Ну, рекламу, да. А что тут у тебя? Дверь в виду? Ну, реально, дверь в виду. Это то же самое, как... Знаешь, что то же самое? А потому что, знаете, почему мы сделали? Потому что я прописывал в свое время на Kia Rio брелок к сигнализации, а Андрюха прописывал на Kia Sportage. Вот, вот и все дела. Рома просто первый раз с этим озадачился, мы говорим, ты что, тысячу рублей за тысячу рублей? Я, я когда это переписывал, у меня стоило вот это вся, но бесплатно, 300 рублей. Ну, вот этот корпус, ну, с экраном, с дорожками, но не суть. Может быть, это то же самое, к чему хотел пример сказать. Корпус с дорожками 300 рублей? Да, и с экраном. Корпус с дорожками 300 рублей? 400, а, 400. Ну, ничего. 400. Вот это плата еще. Да нахер мне плата-то была нужна. Ну, а мне-то нужна. Зачем? Зачем? Кнопки перепаивать. Люди, кому нужны корпуса с дорожками за 300 рублей? Да, все ко мне. Если за тысячу переписать брелок, это там есть один сервис. Я к чему начал говорить-то, это стоит того, сколько заправщик, то же самое, он открывает тебе лючок. Я это так же могу открыть, ну, то есть... Это быстрее делать, чем заправка. Да, это быстрее, чем заправка даже. Осина. Осина. От Сина. Зеркало от чего? А, зеркало, да, от Мерседеса, МЛ-ки. Какой Мерседес, блин? Ну, старый. Ну, старый, блин. У меня на Ниве такие... Это от Нивы. Да, это мы у тебя оторвали. Ты поедешь за кальяном? Не поеду. Да нам от Нивы загнать, чтобы... Сколько там, мы уже записываем, подожди. Смотрим от Нивы? Минуты 47. Минуты 47. А я же... А, ты останавливал. Всем спасибо за просмотр, за уделенное время, за полезно полученную информацию. Кому она нужна? Видео. А мы сто раз повторяем. Две минуты делал, две минуты. Трещим уже. Двадцать минут. Правильно это сказал обзорщик. Смотри, дураков. Вот, зеркала. Что он сказал? Смотри. Делай, не показывай. Что он сказал? Вон, покажи. Что эта сука сказала? Ты еще выпуски скажешь. Ты еще выпуски, покажи. Что эта сука сказала? Смотри. Что там? Зеркала на Ниву. На Ниву? Мерседес. Угу. Блин, ну зеркало хорошее. Оно огромное, смотри. Мерседес. Зеркало хорошее. Что так, 20, что так. Ну. Их своруют. Суворовский. Ну, от Суворовский. Зеркало от Суворовский. Ну что, давай, все. Кому не нужен. Ну, а мы уже что-то. Ну, еще раз. Там кругу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вылупи меня.